Девятнадцатый съезд партии «Единая Россия» начался с совместного заседания Генерального и Высшего Совета партии. Перед его началом председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду губернаторов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов. Среди 16 новых партийцев и ульяновец, председатель областной ассоциации ТОСов Владимир Сидоров. Я вижу усиление сейчас в нашей работе, потому что как я занимался общественной работой, так и заниматься в развитии гражданского общества, помощь также нуждающимся. Все то же самое, только я считаю, что я сейчас буду еще более, с более энтузиазмом будем делать. Потому что ведь обеднение, я всегда говорил, что ТОС это обеднение, ассоциация обеднений, а партийная Россия это тоже определенное обеднение, благодаря которой можно изменить жизнь к лучшему. На совместном заседании представили направление работы шести рабочих групп Генерального совета партии. Они займутся перспективными задачами развития страны. К ульминацией партийного дня стало пленарное заседание. Оно началось с выступления президента России Владимира Путина. Глава страны поблагодарил участников съезда и членов партии за содержательную и деятельную поддержку. Единая Россия – крупнейшая ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины. На сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи. Не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах. Но крайне необходима для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу. Президент назвал Единую Россию правящей партией. К словам главы государства, задача заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить гражданам России. Единая Россия должна стать партией лидеров и реальным социальным лифтом. То, что сегодня сказал президент, говоря уже о активной стадии реализации национальных проектов, вот какое-то такое, знаете, ощущение нового гладковоздуха, ощущение новой такой вот силы, духа, который помогал нашим предкам стоять под Москвой и переломить хребет немецко-фашистским войскам. Вот так и сейчас. Я вот сейчас со многими общался с коллегами из разных регионов Российской Федерации, и у всех вот такое ощущение какого-то подъема, хорошего, человеческого подъема, потому что президент сказал простые слова о том, что надо жить для людей, надо жить ради людей, надо жить ради нашей замечательной страны. На площадках съезда представители Ульяновской делегации провели ряд встреч с федеральными министрами. Почти 500 миллионов рублей будет направлен на ремонт областного театра кукол, школьных спортивных залов и спортклубов и на основлении школы номер 43 в Засвияжском районе. Это в полном смысле соответствует словам Дмитрия Медведева о том, что «Единая Россия» берет полную ответственность за историческую судьбу страны. Впереди участие в избирательной кампании следующего года и подготовка к выборам в Государственной Думе в 2021 году. Дмитрий Медведев отметил, что партия должна быть честна с избирателями. Участвуя в выборах как самого выдвиженца, некоторые наши коллеги, члены партии «Единая Россия», я имею в виду, их, естественно, скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Вот там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше. Партия выдвинула кандидатов на губернаторских выборах, там, где выдвинула, и все они одержали уверенную победу. То же произошло и на выборах других уровней. Поэтому считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Лидер партии обозначил несколько направлений работы. Дмитрий Медведев лично возглавит комиссию в подготовке новой партийной программы «Единой России». Улучшится работа общественных приемных. Молодая гвардия станет функционировать по модели проектного офиса. А правозащитная деятельность станет одним из главных направлений деятельности партии. Появится правозащитный центр. У нас в той или иной степени работают данные центры в виде бесплатных юридических приемных и юридических консультаций на базе общественных приемных партий. Но сейчас мы, безусловно, на базе главной приемной длительности Медведева сделаем настоящий правозащитный центр, где будут работать адвокаты Ульяновской области, где будут работать юристы Ульяновской области, где будут работать вплоть до нотариусов Ульяновской области и, конечно, депутатский корпус. Василий Годзев отметил, что с начала следующего года правозащитные центры должны начать работу в Ульяновской области. Партийцы будут контролировать выполнение принятых съездным решений партии. абсолютно на всех уровнях, от муниципального до федерального. Я думаю, что партия «Единая Россия», как и в городе Демитровграде, так и в Ульяновской области, так и во всей России берет на себя обязательства, те обязательства, которые они должны выполнить, и за это их конкретно спрашивать. На заключение съезда произошло кадровое обновление руководящих органов партии. Завершился 19-й съезд партии «Единая Россия». На нем было принято несколько важных решений. Партия начала свою подготовку к выборам в Государственную Думу в 2021 году. Был создан правозащитный центр партии, обновлена работа общественных приемных. Делегаторы разъехались по регионам, чтобы воплощать решение съезда партии в жизнь. Данила Ноздряков, Юрий Конехин, Новости Олправда ТВ, Москва.